Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим вкусные пышные рогалики на кефире. Для их приготовления нам понадобится 150 мл кефира, 300 г муки, 1 яйцо, 30 г сливочного масла, дрожжи, соль, сахар, ванилин, 15 г кунжутного седения, повидло, немного молока и немного растительного масла. Начнем с приготовления теста. В глубокую посуду наливаем 150 мл кефира. Кефир нужно немного подогреть, чтобы он был теплым. Добавляем буквально щепотку соли, две чайных ложечки дрожжей, столовую ложку с горкой сахара. Все это перемешаем и подождем, пока активируются дрожжи. Когда растворятся дрожжи, соль и сахар, добавляем в тесто одно яйцо, примерно 1 грамм ванилина, 30 грамм размягченного сливочного масла. Все перемешиваем. Постепенно насыпаем 300 грамм муки и замешиваем мягкое пластичное тесто. Когда тесто соберется в один комок, продолжим замес руками. Тщательно вымешиваем тесто до однородного состояния. Когда тесто станет гладким и однородным и перестанет прилипать к рукам, оно готово. Затягиваем таз с тестом пищевой пленкой. И убираем его в теплое место, для того, чтобы тесто хорошо подошло. Время подъема теста зависит от активности дрожжей и от температуры, при которой тесто подходит. Когда тесто хорошенечко поднимется, можно приступать к разделке рогалика. Рабочую поверхность и руки смазываем растительным маслом. Выкладываем тесто. Хорошенечко его обминаем. И делим тесто на 4 равных части. Теперь каждый кусочек теста раскатываем в пласт толщиной примерно 2-3 миллиметра. Получившийся круг разрезаем на 8 частей. В широкую часть каждого треугольничка выкладываем понемногу повидло. И сворачиваем каждый кусочек теста в рогалик. Теперь берем 2 тарелочки. В одну наливаем молоко. Во второй тарелке смешиваем 2 столовых ложки сахара и 15 грамм кунжутного семени. Теперь берем по одному рогалики, окунаем их одной стороной в молоко и этой же стороной макаем в сахар с кунжутом. Сформованные рогалики укладываем на противень с застельдиной бумагой для выпечки. Бумагу смазывать маслом не нужно. Таким образом формуем все рогалики. С разделкой управились. Можно включать разогреваться духовку до 180 градусов. Духовка разогрелась. Повторю, что разогревали мы ее до 180 градусов. Отправляем рогалики на выпечку. Выпекаются они недолго, примерно 12-15 минут. Точное время приготовления зависит от возможностей Вашей духовки. Пролетело 12 минут. Именно столько выпекались рогалики в моей духовке. Теперь им нужно дать хорошенечко остыть. Когда рогалики остынут, можно подавать их к столу. Я надеюсь, что Вам понравятся такие пышные рогалики на кефире. А у меня на этом все. Всем приятного чаепития и пока-пока! И так рогалики выглядят на разломе. Продолжение следует... КОНЕЦ